этих гугл форм опросов по поводу методологии расчета рынка я я хочу подготовить эти документы просто отправить тебя одним письмом чтобы ну ребят было хорошо договорились так тогда идем к следующему проекту так а там он настроил запись да пишется привет меня зовут Дима Радеща я представляю команду инвестаргент суть в том что мы анализируем ключевые данные реакции в основном инструменте оценки ризики и возможности для малого тренинга связок пропадает и мы суть не почули зараз понятно что это таки мы показываем возможности и свидетельствуем загрозу алло алло да пропадал связок можешь повторить что это означает ну можешь повторить оцю одну частину бо мы ничего не почули мы анализируем ключевые данные регионов створим инструкцию оценки ризики и возможности и переваги для малого и среднего бизнеса ясно мы показываем возможности и загрозы регионов как это происходит это в процессе просто не вот так как пистолет проблематик в том что за запитом инвестировать в Украину все знающие в уголе ничего не показывает только какие-то как-то не виноваты про те насколько крутая Украина но какие-то которые могли бы анализоваться компаниями, инвесторами або дороговыми православными палатами, которые есть над нами нашими клиентами, то немаея как мы подсвечиваем загрозы по регионам и регионам это есть сайт спендинг в УА, где мы можем проверить звездок депутата, политика и так далее до какой-то принадлежности до какой-то схемы, так что мы анализируем их и их сферы деятельности по районам и сервис таким чином информирует про потенциальных инвесторов, которые переводят на должности на федеральюки, участников, которые хотят зайти, или контрагентов, которые просто интересуют информацию это про те насколько потенциальная вся Украина, то есть насколько великий в ней потенциал развития, мы будем показывать всю информацию про уровень населения, про уровень освещенности населения, про дороги, залезничные дороги, сполучения, разные митницы и про те это все будет показывать на интерактивной карте также Павло Шереметра сказал, что количество и активность общественных и благотворительных организаций по районам прямо пропорционально влияет на экономический уровень населения, уровень жития населения по районам поэтому это как важная информация для потенциальных инвесторов будет подсвечивать хорошие связи для инвестиций в этот регион как это работает, будет интерактивная карта, возможность выбора района, возможности достижения его по всем доступным и открытым данным и публичным за запитом ну так полезно оно будет выглядеть, если вы видите с боку карта, то можно выбрать карту, которая интересует, то есть сельское господарство IT или любое и все данные доступны про это команда, у нас есть программист, керевник и служебные, которые сейчас учаются с нами спасибо за внимание, я не знаю сейчас может три чертиков, которые есть керевникам и день я с нами не знаю как это работает как это работает не, 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 я ты не поймешь никак не поймешь я не поймешь не не поймешь На каком вы сейчас этапе? Пишите. Мы сейчас, на стране мы про, собрали все данные про организации, которые у нас еще есть, сообщественные предприятия, а мы ждем, пока их нам станет меньше. Ладно, пересекаем. И я просто рассказывал, может, это вообще не будет? Хорошо. Что мы уже, как бы, дослідили, что и цикавилось, мы дослідили, что мы забрали все все организации, мы привязали их до этого региона, и это была новая задача, так как у нас недавно не было организации, много районов попеременовывалось, и тому деякие там, напевно, это потому что перееменовалось, и мы не можем нормально привязать, мы оставили все биленькими. Потом, в другом моменте, мы организовали по деятельности, по поведах, по основному виду организации, и сейчас это карта сельско-господарская, это вид, видно, что в Певдене, в Украине, в Украине больше и меньше, значит, там больше и больше организаций, а в Захите, в Певдене, в Кисенеке, значит, там меньше организаций. Вот. И мы можем по каждому региону так вывести, и по целой Украине, по любому виду деятельности, которое есть. Потом по ризикам, у нас есть все-таки досок легкие данные по электронных декларациях, там есть звездок чиновных, и какая-то организация, фирма, и есть так само стандартную ВИА, там мы можем побачить, что на самом правде какая-то организация витрачает государственные деньги, и, скажем так, если чиновник, который отвечает за витраты государственных денег, витрачает ее на какому-то другому чиновнику в Кисенеке, это будет вважать коэффициенту. Это будет вважать таким образом коэффициенту. Он требует, во-первых, для того, чтобы на это вважать уважение. Важно. Какие есть вопросы? Сейчас, сейчас. Чи ви уже включили какие-то базы данных, какие сами, или, каким чином вы хотите идти, в сторону визуализации, или в сторону решения, в какую нишу, как глобальный сервис, который раздает такую информацию, или сервис, который создает определенные продукты аналитического характера? На самом деле, мы хотим визуализировать безкоштовно, аналитического характера и выбрать крошу. Окей. Вот тут уже намальована какая-то карта, воно, типа, классно, цікаво, там можно играть с какими-то вещами. Но, например, чтобы скласти одно плюс другое, это додатковая навантажена система, треба дописывать, есть какие-то 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 господарства, плюс, не знаю, генографичную промисловность, скласти подавиться, то будет другая картина. Такие заплаты можно выполнять. Ну, мне не вистачило информации в презентации с приводу на кого-то все-таки, ну, как бы это звучало вскользь, да? Ну, так, структурно информации по аудиториям користувачам, сервисам, по видам послуг, которые вы надаете, то, что вы говорите, так, что базовая версия это не карта визуализации, там, яка даёт певную информацию, там, какие-то у вас будут, я так понимаю, макети, подписки, чи, каким чином это будет працювати в платных версиях и для кого? Оцей информации мне реально не вистачило, ну, как она так... Мы хотим это сделать англомовный сайт, да, и чтобы это был такой сайт для визначения приватливости инвестиционного и послуги там больше фильтров, больше збережения фильтров, обработка информации, запит какого-то, запит какого-то, 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 то, какого-то, то, ну, было бы классно показать в презентации так структурно информацию про аудиторию, про, как вы планируете развивать по этапам свой проект, и про то, как вы видите его монетизацию, ну, это, что вы, так я скажу, вы про это говорите, но структурованного информации вашего бачения, этого процесса, ну, немае в презентации. Да, ну, это наш, конечно, это нужно будет работать, ну, так же, как вы это планируете просить, потому что это, ну, очень интересная аудитория. Ну, честно, на самом деле, информация, ну, когда технично с этим працюешь, у меня так затягивает, потому что я понимаю, я понимаю. Вести там какие-то ОСББ, и мы бачим, во всей карте все ОСББ, и ты можешь с ними уже працювати, потому что ты знаешь их адресы, ты знаешь имена, ты можешь им начать ссылать листи, давать какую-то информацию, ты можешь их групповать, а, то, снова таки, по огромных организациям мы можем просто робить, ну, находить частину в Фейсбуке, и в Фейсбуке, и вытягивать, ну, дивиться, где они еще присутствуют, и это тоже можно организовать какую-то там мережу. Ну, там безліч, честно говоря, еще каждый день новая идея. Это классно. Мы себе на цьому зараз выполняем, потому что мы бы працювали какой-то минимальный ну, посылок, вот, и воно там корисно, потому что тебе не просто вивалюються дань, ну, зроблено на дата Google.ua, это требует скачать, 700 мегабайт, это все не раскладываешь, тут ты можешь, ну, на Минюсте так само, ну, на Минюсте ты не бачишь, ну, кто-то Иван Франциско, надо знать, кинцевого користочка тут ты можешь бачить там взятый в Винниску, взятый в Винниску, взятый в Винниску, взятый в Винниску, взятый в какой-то там Подильский район в Одессе и это уже по-другому. Да, это круто. А вы маете какую-то информацию про особы, персональных чиновников? Чи ви забираете такую информацию? Ну, есть электронные депорации, так, они в данном этапе они не, там, цей, цей звязок между фирмой и чиновниками, он еще не повязан. Мы еще не дописали. Я думаю, ему это стыдно, а он не стыдно. Ну, есть план, потому что это сейчас полугода она работает, а мы думаем, как, ну, что можно подсветить эти коррупционные моменты, ну, да больше коррупции, да меньше коррупции. Ну, просто протягом инкобаційной программы с людьми, которые работают в этом направлении антикоррупционными, с инвестициями. Он говорит, что коррупционные основы это тяжелая тема в плане выяснили. Я перепрошу, хочу вам задать запитание. Сергей, что вы хотите, чтобы получилось с вашим проектом? Как это должно выглядеть, когда это будет круто, когда вы будете премию получать? Ну, я рассказывал недавно, что в каком-то Франкфурт на майне заходит девочка, и ей нужно где-то пристроить деньги шеф, и она понимает, что нужно смотреть на Украину, смотреть на эту карту, понимает, что да, где-то здесь, она может собрать эти данные, мы эти данные быстро даем, и она идет в кино, и их тратим. Сколько примерно один платеж от иностранца будет, вот когда он заходит к вам и такую штуку там смотрит? Что-что? Сколько будет платеж один средний от иностранной компании, которая заходит и вот такие штуки там проверяет? Оплата переставания сервисом от потенциального то есть вопрос какая сумма среднего платежа от использования вашим сервисом, если мы разглядываем одну за аудиторией иноземный инвестор? Ну да, девочка из немецкого инвестора Ну такую подписку там 20$ в месяц 20$ в месяц 20$ в месяц 21$ в месяц Спасибо! Дякую! Классно! Спасибо! И последний крайний проект Крайний проект Кто здесь крайний? Добрый день! Меня зовут Руслан Я представляю команду Розгодников программного забеспечения муниципальных датациентов что он может избирать и поддерживать эти данные в режиме онлайн в режиме реального часа автоматично без участки людей мы 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 сделали несколько сервисов, в которых уже использовали эти великие открытые данные, и проводим их аналитикам. Цельная батарея наша довольно обширная. Мы вважаем, что, первое, мы будем обеспечивать потребности межленцев териториальности, в другую очередь, муниципальные службы, муниципальные предприятия и органы местного самовременности, и муниципальные комитеты. Я показываю сейчас основные платформы, они не все, но основные, которые я выделил. В центре цієї схемы находится большая база данных, в которой зберегаются данные. Фактически это одно джерело для всех данных. Таким чином мы умираем різноманітных процедур перенесения, импортных экспортов и так далее. И тем самым экономным часом ресурсы и достигаем швидкого результата в режиме реального часа. На вершине цієї системы находится система консолидации данных. Таким образом мы разработали сервисы. Портал муниципальных проголосов, муниципальных процедур, запущенный діючий. Портал инфраструктуры места. Это проект, на котором мы сейчас работаем. Портал единая квитанции. Я вскользь про них згадаю так же. Онлайн-система консолидации данных. Да, действительно, это та вещь, на которой мы говорим, что помогла нам собирать эти данные швидко в одном месте. Мы поставили в больше, чем 15 предприятиях, сейчас в МИИ, свой сервис, который в режиме реального часа собирает эти данные по запрету из муниципального дата-центра. И основное наше достигнение, звичайно, которое позволило в прошлом году в прошлом году в прошлом году в прошлом году, это оформление субсидий, которое тривало в 2015 году. Протягом 6 месяцев досягало. В 2016 году за рахунок проведения нашего сервиса мы подключили туда субсидий Департаменту социальной политики. И так вот, в 2016 году до двух недель процес скоротился, 6 месяцев, да, принятие решения. Мы плановим в 2017 году перейти до режиму реального часа. То есть, то есть, то есть, принятие решения про отримание субсидий будет приниматься с беспосредственными предприятиями заявок, а не через два тижня. А за счет чего вы успели этот процесс? Так же, эта система, она позволяет муниципальным службам створить реестр мешканцев местных. Мы знаем, что сейчас на рівне государства есть реестр граждан, но на рівне муниципалитетов мы плановим для использования нашего сервиса. То есть, он будет для территориальной информации так же джерелом данных. Это первое, что мы сделали на основе этих данных, которые собрали в Дата-центр. У него было несколько таких цикавих речей. Например, при реестрации мешканцев в этом партале, она автоматически подбирала его особовые рахунки, не нужно было ничего вводить, достаточно было только указать адресу и один особовый рахунок, и решта особовых рахунок, которые есть в других коммунальных послугах, как на этом примере видно, как вода, тепло, электроэнергия, коммунальные послуг и другие. Они все подключились автоматично. Мы, конечно, не дали доступ, возможность платить, а так как система онлайн, то сами понимаете, что данные в эту систему подпадают в режиме реального часа из всех коммунальных предприятий. То есть, на этом партале она может бачить свою заработанность и заработка в режиме реального часа. Тоже, что коммунальных предприятий. Следующий наше решение, которое мы использовали на основе дата-центра, это местный полцентр. Это решение, оно проведено в службе оперативного реагирования в Миноконтинске, в 15-80 штуки номер телефона, короткий номер. Чим самым мы допомогли им? Мы простили процесс руководителя гражданина, если он был ранее напевавтоматичный, то там спочатку приймался телефонный звоночек, а потом в телефонном режиме он передавался другим службам. Мы этот процесс автоматизировали, завели этот портал, поэтому службы могут в режиме реального часа, если только звоночек кто купил, они могут в режиме реального часа. И так же на том же портале мы его назвали портал муниципальных призначений, мы дали возможность с коммунальным предприятием информировать как на сентрике так и на сентрике как на сентрике и на сентрике про свои подые, которые будут возникать в городе. Исключения, розкопки, задоволенности и качество надавания коммунальных послуг это как самостоятельно строит свою деятельность. Вот так приблизно выглядит карта ну на приблизно это скриншот с действительно реально працюючей карты полуголочен кружками по значению полированные по значению резноманитные просто высыняться вода уже энергии удачи у вас готовить проблему ну масштаб бедствия то есть пешкинцы за так па п т т че інше облачение спорта вода мажут мажут оборудование ну еще в рамках проекта в рамках инкубатера 19.91 это так есть все Мы решили, что все эти данные нужно не только собрать, а и визуализировать и добавить информацию. Таким образом, мы сейчас развиваем и проводим уже фактически портал инфраструктуры города, на котором и разные коммунальные и в основном коммунальные службы, в основном национально на департамент коммунального господавства, в первую очередь, которые имеют возможность нанести объекты инфраструктуры. Только нужно и атрибути, что важно, чем он будет, потому что там будет много информации, по которым можно сделать прошло, инфраструктуры, это все организовано слоями, слоями, которые имеют разные права доступа, в принципе каждый департамент коммунального службы, который будет подключен к этой системе, будет иметь свои права доступа. В целом, это связывает одну и единую карту в межах города, на которых появляются инфраструктурные объекты. Это немного длинная ситуация, но намечается, что намечается, что намечается, мы будем позначити дилянки для прибирания, закрепить за ними ответственность, мы позначити объекти инфраструктурные, такие как светофори, визнаменитые упори, светофори, який с часом контакт-центр, который работает на этой же системе, может изначать те, как проблемные места. Таким образом, мы планируем, когда будет возникать, какая-то подия на одном из пунктов, например, пункта распределения теплопостачания, если будет возникать ремонтная ситуация на ней, то мы сможем швидко с засобами департамент центра визначити перелик мешканцов, которые будут подпадать под эту работу и поведомить их смс-формирование. И, опять же, на карте можно будет побачить визуально, какую частину места, такая подия, более точно, какую частину места у нас зачепили. Вот так выглядит платная по внешности у этих данных. Вона довольно проста, вона, скажем, не потребует особенных навыков, почему мы вважаем, что это будет хорошее решение, и оно уже оценивано. Потому что мы потребуем специальных навыков. Для того, чтобы не арестить объект на карту, это, в период того, что служит Google, может, перестала P-интерфейс, и, опять же, это наша разработка, мы строим свои результаты, с атрибутами, в том числе, мы планируем, что, вернее, нам реализована и пошук, и фильтрация по атрибутам. Это очень интересно, например, можно будет вмести будинки, которые имеют в плохом состоянии такие, и тут же карта покаже, где они находятся. Наша команда, это четыре человека, у нас все эти сервисы, которыми я озвучиваю, они все мают очень интересный функционал, просто мало времени, чтобы все рассказывали. Это четыре человека, я кирюльник проекта, Андрей Тюрмір, наш разработчик, Женя Римар, это наш основной разработчик, и Володя. У нас не хватает аналітики, мы знаем это, у нас не хватает маркетингу, мы этим не занимались, как я говорю, мы занимались своими. Мы успішно занимались, на мою подумку. Зараз мы планируем выйти на какие-то другие рынки, и мы будем просусти этот продукт в других областях. Ну, я сказал, что цельная аудитория наша, это, звичайно, великие средние места. Ну, если есть вопросы, то все. Дуже дякую, знаете, у нас на минулому тижню была стратегическая сессия в Инкубаторе, и там звучала такая думка, что Ивано-Францківск – это крутое место. Мы так что-то думали, чого-чого-чого, и я вот реально слушаю, что вы сделали, это очень круто. Это реально очень классно. Тут есть вопрос от наших участников. Вы уже достаточно долго занимаетесь этим, так как я понимаю. Хоча, до речи, сколько вы уже створюете продуктов? Понятно. Розробили всю концепцию, идеологию. Протягом 2016 года мы запустили контакт-центр, субсидии онлайн. И сейчас уже практически наш геоинформационный системный портал «Место». Но, конечно, что у нас великая, мы уже занимаемся коммунальными послугами и на рынке у нас наша основная система – это биллингова система. И практически, как скажем, мы вышли на новый уровень. То есть мы этот биллинг дешево просунули и сделали на его основе такую аналитическую систему для «Место». А биллингом не занимаемся, это уже больше 15 лет. Потому что у нас есть достаточно много, мы работали в разных коммунальных предприятиях. А скажите, пожалуйста, есть у вас какая-то внутренняя аналитика, какие данные имеют наибольший попит среди ваших пользователей? Звязок трошки пропадает сейчас? Да. Звязок трошки в сфере. Очень много данных. Звязок трошки. Звязок трошки. Звязок трошки. Звязок трошки. Звязок трошки. У вас есть рейтинг востребованности данных, которые вы собираете? вы видите эту аналитику вы видите ее и нет сколько стоит например по вашу вот вашу систему внедрить в каком-то городе 100 200 тысяч населения сколько стоит ну вот я бы поговорил с мэрами какими-то да сколько стоит вашу систему внедрить например на что и с какой смысл начнете работать так самого можем реализовывать да вот например у нас есть там электронная очередь ребята разрабатывали говорят вот пять тысяч долларов мы начинаем внедрять в каком-нибудь там там организации какой-то у вас есть вот расценки можете прислать нам эти расценки мы с другими городами просто будем говорить по ним да у нас есть такой пресс-лист я могу вам его надеслать отлично здорово спасибо потому что система может быть модулями так кто-то тут выберет сейчас мы переберем переговоры и с Львовом с приводу проведения міського контакт центру это круто не реально круто скиньте нам обовязково бо це цікаво цікаво тема я взагалі я взагалі якщо була важливість я б вас запросила на якийсь відкритий такий показати ну ваш проект бо це ну це дуже класна система ми тут сидимо в шоці я розумію 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 ну ми це обговоримо я думаю що ми це можемо особисто обговорити там десь приблизно 10 числа в Івано-Франциску а з маркетинговою стратегією допоможемо скажіть будь ласка таке а ну в принципі не скажіть а я вас прошу скинути оцей пресс-лист з модулями скільки коштує імплементація там якісь інших містах і ми тут поговоримо да Сережа а на якого адресу ви не скажете адресу я не чую вас Жені дайте Жені дайте Жені мені скину так клас ви такі всі класні я вже хочу Івано-Франкізу приїду домовились дякую тоді я вам надійшлю матеріали там з приводу оцінки обсягу ринку і опитування аудиторії а Жень ти мені скинеш тоді оцей прайс я дуже рада що ми познайомилися от і продовжуємо це знайомство 10 лютого дякую вам дуже сьогодні на нас був так само цікавий досвід такі збуджуючий трохи фактор щоб ми тут не спали так дякую я думаю що це відділ для всіх тоді клас клас я вам бажаю успіхів і скоро побачимося ну все, ми... Жень да-да-да, тепер все, все, точніше о, це було так круто, спасибо, дуже нам було чекресно, правда і вам спасибо, да, учитывая, що це не последняя наша встреча да, сто процентов, скоро побачимося ну все, тоді відключаємося, будемо обмінюватися вже по почте круто да, конечно, стой вже мейлами, все, хорошего дня вам да, спасибо, пока-пока пока крутые как нам сделать платформу, на которой мы можем, щоб проекты общались между собой а есть те